Всем привет дорогие друзья! Знаете, читая подобные комментарии, я каждый раз задаюсь вопросом, неужели есть те, кто не понял даже после двух роликов, которые шли по 50 минут, ну вот серьезно? Ладно, давайте в этом видео я расскажу максимально коротко, за 8-10 минут, но вы хотя бы его посмотрите. Почему нет персонажа Ма? Где Ма? Я вам сейчас рассказываю. От нее шли бесконечные конфликты с ее стороны. Вы вот всегда видите картинку на видео, но вы же не знаете, как все это выглядит в реальной жизни, что человек максимально ведет себя отвратительно. Конфликты, ссоры на сериях нон-стопом, вот последний год каждый раз на серии ссора с ее стороны. Мне-то зачем ссориться? Я снимаю серии, если человек приходит на серию, он записывает, если он не хочет прийти, ну это его, не знаю, какие-то проблемы там, прихоти. Она давно потеряла интерес, не хотела сниматься. Вы требуете, верни Ма, верни Ма, вдруг интерес у нее вернется, не вернется. Ей, вот вам будет грустно это, наверное, слышать, но ей пофигу на вас, я вам серьезно говорю, и на меня ей пофигу, и на канал ей пофигу. Я вам серьезно это говорю. Она серии прогуливала, не хотела на них являться, о чем можно говорить? Интерес у нее как год пропал, она просто, ну, я не знаю, она работала для себя, она зарабатывала деньги. В этих двух роликах я об этом говорил, что она работник, кто еще не в курсе, 50 минут это рассказывает. Так вот, перечисляю еще раз, конфликты с ее стороны, нежелание работать, пропуск серий, токсичная атмосфера, то есть сидит и вот, не знаю, душит меня. Как мне записывать с человеком, с которым вы постоянно ссоритесь? Как? Вы смогли бы записывать с человеком, с которым у вас постоянно конфликты из-за него? Мне-то зачем ссориться? Я опять же говорю, мне надо серии записывать. А то ведь потом вы же мне будете в комментах писать, Евген, бро, верни Ма, а вдруг она захочет? Нет, люди, она не захочет, это 100%. Знаете, если бы она хотела, вот знаете, хорошо как-то попрощаться, даже когда мы полностью вообще разругались, она бы сказала, Женя, давай я тут сейчас вот 5 минут запишу ролик на твой канал и на моем канале, чтобы просто попрощаться со зрителями, сказать, ну, ребята, все, давайте, как бы, пока, у меня там своя жизнь там и так далее. Но она просто ушла, ей вообще пофигу на вас, я вам серьезно, даже вот во время конфликтной ситуации, даже когда был влог, про который я вам рассказывал, она просто прикрывая себя, это эгоист называется человек, прикрывая себя, а другие люди ее не интересуют, ее не интересуют вы, мой канал, я не интересую, она просто была работник, которая получала деньги, она работала ради денег, я работаю ради вас, я получаю комментарии, Евген, бро, стой, фуй, так далее, серьезно, офигеть круто. Вы лишь, ребята, видите всегда только яркую картинку на видосе, вы видели одного человека, но какой он в реальной жизни, вы его знать не знаете, это вообще полная противоположность Ма, ну, персонажа Ма, то есть персонаж Ма вроде добрый, да, но в последних сериях даже уже там люди, вот, комменты начали писать, вот, прочитайте, что токсичное поведение, максимально токсичное поведение, как с таким человеком работать? Он канал мой разрушает, а я ему за это деньги плачу, классно. Как я и говорю, Ма просто меня жестко подставила во времена влогов, я это рассказывал, кто не стоил, пересмотрите серии, и жестко подставила во время того, как началась заварушка в мире, Россию обложили санкциями, единственный человек, кто мне вовремя пришел на выручку, это Маша. Еще, ребята, Ма и Маша, это два разных человека, вы часто пишите, вот, и Машу назвал Ма, я слышал, я говорю, Маш, Маш, буква Ша иногда не слышится, и вам кажется, что я говорю, Маша, Ма, я просто кричу, Маш, Ша, вы сейчас слышали? Ша иногда не слышно, такая буква. Хватит, я говорю, хватит этих комментариев. Вы хотите, чтобы я реально ушел с Ютуба? Я уйду. Ребят, вы вот серьезно думаете, у меня хватает сил записывать с человеком, который нон-стопом просто лезет, грубо говоря, под кожу, создает конфликты? Просто каждую серию. Вы это не видите. Вы всегда видите яркую картинку, где Евген Бро улыбается, и персонаж Ма улыбается, а вы не знаете, что было вот на самом деле. И я не буду это ничего рассказывать вам, вам это знать не нужно, это личное обстоятельство. Но я вам говорю, что это привело к окончательному краху, персонажа Ма никогда не будет больше на канале, потому что человек, ну, я не знаю, все разрушено, понимаете, человек разрушил всю дружбу. Персонаж Ма разрушил. Понимаете, ребята, если вы будете нон-стопом спамить и писать, где Ма, где Ма, где Ма, она от этого не вернется. Я говорю, если бы человеку было бы не все равно, даже когда бы мы с ней разругались, она могла сказать, Женя, давай я попрощаюсь с подписчиками, или как минимум, как минимум, давай я буду тебе помогать до тех пор, пока ты не найдешь себе напарницу новую. Я говорю, вот хорошо Маша вовремя пришла, а если бы она не пришла, что бы было тогда? Я сейчас покажу вам хронологию канала моих помощников предыдущих. Они всегда передавали свой пост, то есть она могла сказать, вот, ребята, смотрите, я ухожу, такие обстоятельства, мы с Женей поссорились. На моем канале, опять же говорю, потому что она на моем снималась в канале. Мы поссорились, я ухожу. Ребят, я передаю всю, значит, все полномочия Маше, она теперь главный помощник Евгена и так далее. Ну, могло же быть такое, ребят, могло быть нормально, но человек просто, ну, пофигу на вас, пофигу на меня, будь что будет с каналом, хоть пусть он там загнется вообще, пусть Евгену атакуют, которые будут писать, где Ма, где Ма, где Ма, где Ма, где Ма? Вообще пофигу, но вы же видите, если вы это не понимаете, если вы все еще досмотрели до этого момента, и вы не понимаете, я предлагаю таким людям просто покинуть канал, ну, серьезно. У меня, знаете, силы и терпения нет. Рассказываю хронологию канала. Вот, ребят, давайте почитаем хронологию канала. Первая вообще была актриса, получается, Маша, подписчица. Если что, имена могут повторяться, то есть та Маша, которая сейчас, и та, которая была самая первая, два разных еще человека. Имена просто совпадают. И вас же могут звать, например, Паша, а кого-то тоже Паша, или там, не знаю, Вася, а кого-то тоже Вася, Петя там. Маша, подписчица. Первая. Ушла как герой канала. Ушла из-за учебы, уехала в Англию, попрощалась со всеми. Меня предупредилось за три месяца до своего ухода. Это событие я подготовил плавный переход, все отлично, претензий нет. Вторая актриса, вы ее не помните, это было семь лет назад. Вика, подписчица. Ушла как герой канала, попрощалась, ушла частично из-за Вайнрана. Они ругались между собой и так далее. В большей степени она как бы еще ушла из-за того, что она хотела сама посниматься, посмотреть, как это такое, как это быть популярной и просто проверить, что такое вообще общение с ютюбером. Ей понравилось, все круто. Она ушла и, соответственно, предупредила заранее, что уходит. Далее. Она, кстати, предупреждала, что Вайнран предаст. Вайнран, пять лет назад, если что, повторяю, вы спрашиваете, где Вайнран. Он предатель, он покинул канал, всех предал и вообще забил на ютюб. Четвертое. Даша, работник, покинула канал как герой, попрощалась со всеми, она была на канале до тех пор, пока я не найду и не внедрю помощника. Им стал школьник, школьник-майнкрафтер. Вы помните, охранник пятерочки. Соответственно, она ушла в декрет. Декрет, это когда рождаешь ребенка, то есть у нее ребенок родился. За три месяца я был предупрежден. Все, вопросов нет, все отлично. Школьник. Школьник-майнкрафтер или Азлагор. Он, соответственно, помогал по фану. Ушел как герой, обещал вернуться. Уехал он на учебу в Германию. Я был предупрежден за два месяца об этом. Соответственно, был плавный переход. Когда он вернулся, уже были новые люди на канале, и он сказал, ладно, Евген, короче, удачи, если что, зови. Далее, работники. А Дарина и Диана ушли как герои, без конфликтов, так как появилась другая работа у них. И они сразу сказали, 50 на 50 смогут. То есть меня предупредили. Все, претензий нет. Диана, у ней там была беда тоже, и, соответственно, трио развалилось. Плюс я ее напоминаю, они из Украины. У них сейчас вообще катастрофическая ситуация. Тася тоже была работником. Ушла как герой из-за политической ситуации в мире. То есть в мире сейчас происходят беспорядки. Она как бы из-за этого тоже ушла, потому что, ну, знаете, сложно записывать ролики, когда ты переезжаешь. И, соответственно, МА, это девятый был работник. Я еще напоминаю, тоже работник. Ушла без открытого конфликта, публичного, потому что, как бы, ну, это был бы вообще перебор. У нас, если что, и договора есть. Но был внутренний конфликт, о котором я вас уведомляю. Я не рассказываю подробности этого конфликта. Я лишь говорю о том, что были бесконечные ссоры с ее стороны. Бесконечные. А вы ей пятки лижете. Вот где Ма, бедная Ма и так далее. Я вам говорю, это был работник. И я вам еще говорю, если бы она хотела реально три месяца назад с вами попрощаться, она как минимум бы сказала, ребята, ну, или как минимум мне бы сказала, Женя, давай я запишу, короче, ролик прощания. Все-таки я работал три года и так далее. На твоем канале, соответственно, и просто, как минимум, просто попрощаешься с подписчиками. Этого не было. Я опять же говорю, ей пофигу на вас. Так же, как пофигу на меня, пофигу на канал, пофигу на мою деятельность, вообще пофигу на все. А вы и там пятки лижете. Ну, как говорится, если есть такие фанатики, то лежите дальше пятки. Человеку, который подставил канал под удар. И сейчас я и Маша просто, я говорю, разгребаем тонны негативных комментариев и так далее. И еще вопрос про скин. Вы часто пишите, Евген Буро, почему ты ставишь скин Ма на превью? Там же играет Маша. Ну, ребят, потому что это мой скин. Я его рисовал. Я его дал персонажу Ма, чтобы она играла за этот скин. Но не она его рисовала. И это не ее скин. Вы пишите, скин Ма или ее скин. Это не ее скин, это мой скин. Также вот, например, Эдисон и Катя расстались. Он же ставит на превью Катю. Потому что он рисовал скин Кати. Так и я рисовал скин Ма. Он принадлежит мне. Соответственно, я не знаю, это мой канал, я могу делать на нем все, что угодно. Захочу этот скин передам кому-нибудь. Захочу, я не знаю, еще что-то сделаю. То есть, не знаю, подарю кому-нибудь. Или кто-то за него будет играть. Потому что это мой скин, я его рисовал. Я еще раз повторяю. Тот человек, который играл за Ма, это работник. Он просто за него играл. Я ему дал этого персонажа, чтобы он за него играл. Понимаете? И вы вот пишите, вот, опять это Маша, с Мани выходят ролики. Знаете, вот погрузись вы в ту токсичную атмосферу, на целых, я не знаю, там на два года, я бы на вас посмотрел. Мне куда легче записывать ролики, не знаю, там, с Тасей, с Машей, с Дариной, с Дианой, с другими друзьями. Там, потому что нет конфликтов. Они не конфликтуют. Они хотят помогать и работать. А тот человек, видимо, ему было скучно жить. Он хотел, не знаю, фигней пострадать. В итоге, подставил себя под удар, потеряв работу. И поставил меня под удар. Что, теперь на меня сыпятся тонны комментариев, которые вообще сыпаться не должны, если бы он сделал по-человечески. То есть, он попрощался бы со всеми на моем канале. И как минимум продолжал бы сниматься, пока я не нашел бы замену этому человеку. Вы понимаете, в чем подстава заключается? Или не понимаете? Я не знаю. Короче, ребята, что я вам хочу сказать? Если подобные комментарии, вот с каждым комментарием, а где ма, а где ма, куда наделось, вы приближаете момент к тому, что ролики на канале Евген Бро выходить не будут. Вы приближаете, с каждым таким комментарием, вы приближаете, что я уйду с Ютьюба. Поэтому, я говорю, ваша прямая задача, если вы хотите смотреть мой контент, как минимум, я вам интересен, пишите в комментариях всем, кто пишет, где ма, где ма, скидывайте этот ролик, объясняйте, может быть, сами на словах, или как. Потому что, я уже устал видеть просто тонны этих комментариев. Я этого не заслужил. Я этого персонажа вообще сам вел. Если бы его я не вел, вы бы никогда в жизни бы никогда не узнали бы про персонажа Ма. Если такое, я говорю, будет продолжаться на канале, вот эта вся дичь, вот эта грязь, мне не нужно. Я не снимаю ради денег, я снимаю ради вас сейчас. Я не зарабатываю ничего. Вот Ма, это был работник. Ее работа сниматься была за деньги. То есть, каждая серия оплачивалась. Я снимаю только ради вас. Я вам это прямо заверяю. Мне вот знаете, я сейчас вообще ничего не получаю. Но я все равно работаю. Но если я буду еще видеть хейт, и вот эти комменты, где Ма, где Ма, где Ма в свою сторону. Ребят, я окончу запись, серьезно вам говорю. Ролики выходить перестанут. Я вас не пугаю, я вас просто предупреждаю об этом. Чтобы вы знали, чтобы в какой-то момент вы не говорили, ой, а почему Евген Бро не выпускает ролики? Потому что за канале, вот, посмотрите, комментария. Там люди уже тоже с ума сходят. Они говорят, типа, какого фига, Евген этого не заслужил. Я-то здесь при чем? Моя задача внедрять людей, которые мне помогают. Если эти люди потеряли интерес записывать, меня подставляют, со мной ругаются, эти люди уходят навсегда. Хватит спрашивать про Ваен Рана. Вы меня там тоже за это, заканываете? Типа, где он, где он? Он пять лет назад был. Он ушел. Он предатель канала. Ма подставила канал. Все, я надеюсь, на этом вопрос закрыт. И это был последний ролик. И я говорю, у меня уже сил не остается. Я вам это серьезно говорю.